Сейчас по воздуху перебрасывается личный состав и бронетехника для того, чтобы усилить группировку российских войск в Харьковской области. Продолжение следует... Сколько выгонят, уйдут. Нет проблем. Смирнее стали. Много полегло людей в Киеве. Если Путин кончит, то потом националисты нас кончат. Искандер-М упал на территорию завода. Мы без всякой злобы к этому относимся. Абсолютно. Ну, мы все с пониманием. Хорошо. Запчасти. Мы готовы вам отправить. Только подумай через Хорватию или где там у вас был. Черногория. У вас где-то были хорошие концы. Значит, у нас есть Хорватия, Казахстан и даже может быть Киргизия. Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем ставить. А вы определитесь, как, через кого. Данилович, ну, расскажи мне, сколько ты еще примешь 136-х? Я говорю с другого телефона. Ты понял меня? У нас с вами еще контракт есть на 4 и плюс еще на 2. Всего 6. Ты знаешь, я кое-куда там к вам отправляю десятками. И все у нас идет, все нормально. Петер Данилович, вчера был у вашего нового шефа. Да, я слышал это. Я поднял в очередной раз вопрос. Он согласен и на 28-ку вашу, на 24-ку ставить новые, видите, пятого поколения. Готов, так как мы провели испытания все в России. Ну, это он даже сказал, как мы будем поставлять ему. Это тоже вопрос мы обсуждали. Он просит на вашей 35-е. Везде. Поставьте мотор новый. Он мне говорит, помоги мне побольше моторов дай. Дай побольше. Потому что не успеваем, блядь. У него вообще какие-то планы грандиозные. Мы договорились, как все это осуществлять. Хорошо. Обнимаю, дорогой. Да, обнимаю. Слушайте, ну я звоню тебе с другого телефона. Значит, я там кое-кого у вас был после выставки, наверху там. Да, да. В Москве, в Москве. Так, ну там знают о предполагаемом большом контракте, вдвоем. По Д-136-м знают. И я боюсь, чтобы они предложили свои услуги. Поэтому я о тебе хочу быстренько, чтобы ты подумал. И как можно быстрее мы заключили бы с собой контракт большой. Я хотел у вас спросить, а если из России напрямую к вам перечислять, вас это не смущает? Я спрошу сейчас своих. С вами контракт согласован до самого верха. Я знаю, я... В Москве приняли закон, запрещающий передавать сведения в средства массовой информации, связанные с госзаказом. Я понял. Запрещено. Я лично добивался в Москве лет пять. Я говорю, что же вы делаете, блядь? Мы поставили двигатели для Д-136. Вдруг в прессе западный округ сибирского военного округа поступили. Вертолеты МИ-26. Блядь. Было так... Какие двигатели хочешь купить? Ну, ТВ-3. Пожалуйста, сколько тебе надо? Мы продадим, завезем тебе. Мне надо, самое-то, 10, но мне надо быстро. Ну, у меня они есть? Пожалуйста. Это как бы... Это госзаказ, 58 миллионов рублей стоит. Больше я туда не могу их купить. А, ну подожди, подожди. Ну, я буду снижаться. Я же хочу, чтобы там и тебе выкроили. Субтитры сделал DimaTorzok.